Ирландия все-таки берет взаймы у Евросоюза. Сколько не старались местные власти убедить остальную Европу, что стране далеко до банкротства, но в конце концов поняли, без финансовой помощи им не обойтись. Одна из самых стабильных европейских экономик просит около 100 миллиардов евро. А это значит, что Ирландии, как и в свое время Греции, тоже придется учиться экономить. Как на это отреагировало население? В репортаже Александра Хабарова. Оппозиция в Ирландии требует распустить парламент и немедленно провести всеобщие выборы. Сегодня демонстранты прорывались к зданию правительства. Полиция с трудом блокировала эту попытку выяснить отношения с министрами. Но даже внутри кабинета обозначился раскол. Младший партнер, поправящий коалиции, партия зеленых, тоже считает, что парламент следует переизбрать досрочно. Люди чувствуют себя обманутыми, однако им нужна политическая определенность, поэтому мы считаем необходимым назначить всеобщие выборы на вторую половину января следующего года. До кризиса Ирландия считалась одной из самых благополучных европейских стран. Высокие зарплаты, низкие налоги. Ирландцы жили хорошо. Страна была привлекательна для инвесторов. Сегодня ирландское правительство вынуждено просить помощи у соседей. Проблемы на рынке недвижимости и строительном бизнесе тянут на дно местную банковскую систему. Могу подтвердить, что мы решили обратиться за финансовой помощью к Европейскому Союзу. Просьба правительства Ирландии была передана в Брюссель сегодня вечером. Власти Евросоюза нам согласились помочь. Евросоюз и Международный валютный фонд готовы предоставить Ирландии до 90 миллиардов евро. Эти деньги частично пойдут на реструктуризацию банковской системы. Частично будут служить резервом, на случай, если ситуация вдруг резко усложнится. Условия соглашения пока уточняются, но уже известно, что кредиторы требуют от ирландского правительства сокращения бюджетного дефицита, который сейчас составляет 32% от ВВП. Оппозиция утверждает, что Ирландия утрачивает свою финансовую независимость. Ирландские банки станут значительно меньше, чтобы они смогли выстоять. Нам необходимо сократить бюджетный дефицит. Мы должны увеличить налоги и сократить госрасходы. Предвидя вал протеста внутри страны, правительство Ирландии до последнего отбивалось от заемных денег. В Дублине и сейчас продолжают говорить, что в национальной экономике дела не столь плачевны. Несмотря на наши бюджетные трудности и проблемы в банковском секторе, базисные показатели ирландской экономики очень хорошие. В этом году на 6% увеличился экспорт, а наш платежный баланс в следующем году будет профицитным. Но давление было беспрецедентным. В Евросоюзе очень боятся дефолты Ирландии. К тому же в Европейском стаб-фонде пока достаточно денег. Под этим зонтиком Ирландия продолжит работать над программой реформ. Мы полностью доверяем нашим ирландским коллегам. В Брюсселе не скрывают радости, что убедили ирландцев взять кредит. Но это не отменяет других проблем в еврозоне. Эксперты опасаются за Португалию и Испанию. Хватит ли резервов, если придется помогать еще и им. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести.